пробуем еще раз Уф Видно? Видно Привет Привет Силы зла Чтобы никогда Мы с тобой не поговорили в прямом эфире Все Тот самый, чей имя нельзя называть Карантин Его зовут Карантин Карантин Привет, дорогой Любомир Здорово Нормально Сейчас смотрел Какая-то тварь Накидывает мне лайки на мои публикации Блин, давай чего-то хорошего Об этом обязательно поговорим Зачем? Это нормальная тема Я сначала стал переживать И потом почитал ряд статей И понял то, что в принципе Когда у этого человека Закончатся деньги Ему надоест этим заниматься Он сам это прекратит делать А вреда он никакого не приносит Поэтому пускай Давай мы сначала Ну я если можно Привет всем Вот 26 Только что было 7 Кто? 28 человек нас смотрит Спасибо всем огромное Класс, ништяк, доброе утро Я просто к чему? Я сразу могу просто рассказать История такая Где-то приблизительно месяц назад Ну приблизительно Может недели 3 Началась какая-то атака ботов Какая-то гигантская Ну это я не тебе говорю Я говорю вот этим Возможно 28 человек не в курсе Всех этих ситуаций Вот И у меня там что-то там Добавлялось по тысяче Там что-то там по полторы Что-ли Или по две Лайков на фотку Правильно? Да, лайков на фотку Да И прибавлялось огромное количество Людей Типа в Ну в друзья добавлялось Просились Вот Пока я короче чехлил Я так понял, что Артем чайник чая Влад из Медитати Если я правильно понимаю Потом Алекс Пуэр Алекс Пуэр Харьков Да или как он Вроде так называется Он Западная Украина Ну короче То есть Короче Получилось там Ну Я могу путать Короче Получилось, что где-то Приблизительно Человек 5-6 В стране Как бы были атакованы В том числе и ты То есть Да Меня тоже Далбить Неизвестными Неизвестными Негодяями Короче Естественно Собрался консилиум Быстро вычислили Кто это Возникло желание Срочно поехать В Киев И открывать тайну И дать Короче Там да Какому-то там Определенному Гражданину Лещей Короче Но Блин Мы же для чего Чай пьем Слушаем хорошую музыку Вообще И Блин Нафиг оно нам надо Поэтому короче Я свой аккаунт закрыл Ты свой аккаунт закрыл И целая куча народу Как бы сделала То же самое То есть К сожалению В чайном мире Существует И такой вид Я сейчас открыл Я сейчас открыл Почему они и летят Мне просто не очень удобно В некоторых моментах Когда занимаюсь Сейчас еще помимо этого Всего Кучи всяких СММ Мне не очень удобно В закрытом аккаунте Потому что я не могу Поставить публикацию На таймер Вот Нужно чтобы он был открыт Пусть пока открыт И пусть наваливает Я таким образом Может хештеги продвину Как раз Верпо мне поможет Подтолкнуть Да Лещик чел У меня после После добрачели Ну вот Короче Я открыл При добрачели И габе Вот это И мне что-то там За час добавило Человек 30 Знаешь Именно Добавилось Ярик Ку-ку Добавилось Типа людей Которые Ну в смысле Да Просто типа Просились друзья Большая часть Из которых Ну короче Слушай Ну Так У нас У меня есть Вехи реально Поважнее Знаешь Есть Войны Называются Чайные Войны Ярослав пишет Это мой папа Вот Это Ярослав Ну блин Ну да Как бы Вдруг Кто-то Перепутает Вдруг Кто-то скажет Нет Это мой папа Например Что-нибудь Нет Ярослав Я твой папа Все класс Вот Поэтому в смысле Что как бы Мы как бы Типа начинаем С не очень хорошего Но к сожалению Мне как бы Пофиг Или в смысле К счастью Мне по банану Это хороший путем Просто какой-то Дополнительный человек Просто делает Может быть Какую-то Дополнительную Мне активность За что Я ему Большое спасибо Это вся штука Продолжается У меня вчера Тоже что-то там Добавилось Человек под 20 Ну при этом Я смотрю У меня нет никаких Общих друзей Привет Нет никаких Ну короче Блин Ну мы в баню Это Вместо того Чтобы пить чай Смотреть на небо Или на море Или на дерево Люди при этом Занимаются Такими чудесными вещами Да То есть Блин Делайте чай Я не знаю Собирайте какие-то Чайные движухи Придумывайте посуду Че угодно Встречайтесь с друзьями Пишите книжки Читайте книжки Придумывайте чайные фигуры Ешьте Яблоки Я не знаю Ну нафиг это все Нет Надо обязательно Кому-то там налить Короче Ну Тем более Что в общем и целом Как бы я же говорю Ситуация уже такая Что все уже поняли Кто это делает Да Давай мы с тобой Вот Тамбарин Та-дам Пойдем Да Да Давай Ко мне кто-то уже стучится К сожалению Как бы люди все видели Что не работает магазин Но я Да Я мог Запустить Свет и брачел И мир станет Весел и Светел И бел Весел и бел А Светел и бел Или весел и бел Ну да Судя по всему так В общем и так Да Я тоже пью А я вчера Такое Мне в голову пришло Такое понятие Как пить Доброчел Значит Доброчилить Знаешь Из чилить Отдыхать Ну классная Кстати штука Доброчилить Слушай Ну в общем и целом Если тебе Интересно Я могу Разгадать Доброчел Потому что Это целая история Как и собственно Говорят с любым Пуэром Но тут В этом вот В 2014 году У нас была чайная Тут На Троицкой В Одессе И Туда люди Приносили Разные книжки Просто Чтобы лежали Я там Скупал свое время На Стараконом Разные книги По искусству По истории По археологии По разному всему И большая часть Техниг сохранилась И была книга Под названием На Чешском языке Которая называлась Чешская графика 20 века Ну понимаешь Уровень Литературы Вот такой вот Талмуд Короче Знаешь прям Вот такой вот Вот И Короче получается Ходила туда Алина Руда Татуировщица Которая меня в то время Уже там Значит татуировала И мне очень нравилось И нравится то что она делает Вот И она увидела эту книжку Говорит Блин классная книга Там что-то Как бы типа Эту книгу можно Там что-то Не знаю Купить Поменять Подарить И мы короче Здесь Типа договорились О том что она Она То есть я ей подарю Эту книгу Но она мне сделает Любую татуировку В любом месте Короче Какую она захочет Ну так Короче Да Она посмотрела Она посмотрела Придумала Придумал я Ну не знаю Ну не знаю Мне кажется Доброчел Габа Быки То есть настолько Это как-то так Ну некоммерчески Мне так хотелось бы По крайней мере Чувствовать Что это прям такой Знаешь Микро 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 Ондеграунд Такой Ну то есть Блин Этого как бы Ну этого никто Не Все делают Этих Нефритовых Драконов Ты понял Ну там вот этих Стена китайская Даос Ну что-то Вот эти вот Абсолютно избитые Какие-то вещи Знаешь Вот которые Вообще Никакого отношения Ну к происходящему Лично у меня Ни внутри Ни снаружи Не имеют Вот И мы вот Поэтому Да У нас Там впереди Еще много Все Ну что Поэтому Типа как бы Доброчел Вот это такой момент Это как типа Блин Ну Я лично Почему-то нигде Не встречал Еще этого слова Доброчел До этого Поэтому Я такой завариваю чаек Что у меня в который раз Уже слезка Понимаешь Что-то Вот Поэтому То есть как бы У каждой обложки Есть как всегда Своя история Есть какой-то там Тра-та-та Да Сделаем Видишь Мультик теперь Появился С мультиком Вообще Так классно На самом деле Да Я вчера разговаривал С человеком Он говорит Блин Говорит Так прикольно Говорит У вас типа Такая команда Единомышленников Талантливых Знаешь Я говорю Блин Стрик У нас тут Три человека Два Знаешь Ну то есть Мы все это Пытаемся Как-то Просто Идеи Реально здоровенное Количество И бывает Что все это Даже Есть целая куча Нереализованных Идеи То есть Готовая обложка Все полностью Сделан Но он не будет Выпущен Да Очень интересно Как тебе Добротел Вкусно Мне очень понравилось Я просто Я тебе Описывал Это попробую Сейчас То есть Вот у этого Чая Знаешь Ты когда пьешь Пуэр В принципе Ты пьешь Пуэр Они хорошие Пуэр Классно Все там Здорово А этот Открываешь И у него Какой-то такой Он пахнет Настоящностью Вот Каким-то Настоящим Пуэрным Запахом Который Иногда Ты как бы Немножко Забываешь Вот А тут Ты такой Открываешь Оп И бля Вот Ну Какой-то Знаешь Вот он Такой Вот Какая-то Я даже Не знаю Как это Назвать Какая-то Такая Really Natural Organic Да Ну Я просто Очень сложно Знаешь Там Со сравнениями Что чем-то Он отдает Я сейчас Скажу Что там Есть какая-то В нем Знаешь Там Мазутность Кто-то скажет Бля Что за Такое Ну Вот у меня Вот оно Да Мой сын Смотрит Ты чего Слушай Тут история Такая Как бы Мы У нас Как бы Получается Грубо говоря Есть Как бы Два Два Пути Один Путь Это Вот мы Значит Ильей Бадуровым Делаем Вот эти Вот чудесные Пуэры Которые Еще там Впереди Очень много Всякого Разного Может быть Даже Сегодня Что-то Покажу Вот А параллельно С этим В первую очередь Дима Доктор Я Как бы Мы уже Участвуем Ну И там Он В принципе Генерирует Идеи Но Я там Как бы Мы участвуем В том Что Как бы Участвуем В выпуске Чая Который Будет Чем-то Интересен По каким-то Каким-то Мельчайшим Каким-то Нюансам То есть Там Условно Говоря Доброчел Это Моносырье То есть Это Конкретно Сырье Вот В смысле Это Не купаж С разного Количества Деревев Там Или С разного Количества Кустов Или Там Чуть Чуть Гунтина То есть Нет Здесь Вот Это Как бы Отдельно Сырье С одних Дерев Которые Плюс Еще Там Размножаются Там Конкретно Семечкой И тому Подобное То есть Там Условно Говоря Вот Габашен То есть Там Пока По какой-то Причине Никто Даже В Украине Его Не делал Я искренне Ну Я Не видел Чтобы Кто-то Вообще Продавал Может Быть Он Где-то Делался Но Не Видел Вот Будет Насколько Я понимаю Шайхун То есть Будут Масса Чаев Которые Так или Иначе Будут Не просто Пуэрами Ну Вот Грубо говоря Приблизительно Обычными А с Какими-то Нюансами С Какими-то Вкусовыми Ароматическими Какими-то Там Особенностями По сырью Будет Какой-то Такой То есть Например Этот же Доброчел Он сам По себе Выглядит Не очень То есть Вид у него Такой Себя И Как бы Когда общались С китайцами Там Как раз Был момент О том Что имеет Смысл Добавить Для красоты Сырья Туда Добавить Типа Гунтинчика Знаешь Чтобы Вот он Уже Выглядел Получше Но при этом Как бы Мы Потеряем Тогда Соответственно Вот это Вот Типа Даже Не крепость А вот Действительно Настоящность Такую Вот Ты его Нюхаешь Он Офигенный У него Классный Такой Запах Ты прям Вот Прям Удыхаешь И можно Даже Не заваривать Тебе уже Хорошо Я кстати Додумал Сделать Дезодорант Знаешь Этот вот Как эти Духи Духи Сделать Да Мужские Запахом Обрачел И мир Снова Тра-та-та Что бы ты Рассказал Про наблюдателя И что Осталось Ради Улучшать А Кстати Очень кстати Правильная штука Давай ты будешь Читать вопросы Я же В принципе Этот Ну Ты понял Так а я наоборот Эти не взял Но я вижу Чит-чит Что ж такое Да А я в них Но не вижу Смотри Значит Что происходит С наблюдателем Значит тоже Да Получается Дима общался С людьми Ему предложили Сделать Габашен Я Осознанно Специально При здравом Умеи памяти Отказываюсь Отвечать на Технические вопросы Мне начали Их задавать Как в личку Так и там В фейсбуке В инстаграме Типа А как А что А в какой Последовательности Наступает Ферментация Бескислородная А какое Там На На И Ну Я знаю Что Вот даже Сейчас Нас наверняка Смотрит Какое-то Количество Людей Которые знают Это все В цифрах В этих В дробях Корень Кубический На дециметр Вот это все Я уверен В этом Сто процентов И эти люди Только ждут Когда я скажу Вместо Там Ноль-ноль Скажу Ноль-ноль-ноль Понимаешь То есть Какую-то Там ошибусь Цифру К сожалению Происходит Так Я Мало Что Понимаю Во всей Этой Химии И мало Того Даже И в принципе Не стараюсь Понимать Ничего Этой Химии То есть Есть Чай Который По Определенной Информации Производится То есть Его Непосредственная Технология Она Отличается От производства Просто Шена То есть Он Сделан Сделан По Определенной Технологии Которые Сделан Сделан Он Производится По Определенной Технологии Которые Делают Вкус Аромат Цвет И состояние Не Очень Похожим На Обычный Шен Тем Обогащая Его И Нас Меня Лично И Какое-то Количество Людей Вот И все То есть Вот Я на Этом Как Б Типа Ну То есть Мне Нравится Его Вкус Аромат Который Действительно Отличается От Шена В нем Есть Какие-то Такие Ноты Такой Какой-то Сладости Какие-то Там Полутона Ну Его Еще Попить Надо Потому Что Я Из Четырех Раз Два Раз Положил Ровно В два Раз Больше И Получил Такой Знаешь Сел на Велосипед Уехал В Ильичов Короче То есть Типа Ничего Не мог Понять Вот То есть Это Вот К слову То есть Мы Действительно Стремимся Стараемся Пробуем Делать Чуть Чуть Как-то Нам Просто Интересен Чайный Движ Чайный Мир И Возможности Чайного Мира Поэтому Мы Выкручиваем Что-то В данном Случа По По какой-то Пока Не выясненной Причине Габы Шен В Украине Я по крайней мере Не видел Не знаю Возможно Она и была Или есть Я не знаю Об этом Ничего Насколько Я понимаю Есть Белоруссия Ребята Выпускали Насколько Я понимаю Есть В России Насколько Я понимаю Вообще В принципе Как бы Это типа Модная Такая штука Вот этот Габа-габа В Китае Это уже делается Достаточно Давно Вот В любых Обстоятельствах Классный Интересный Непохожий Чай Вот так И при этом Это как бы Really natural Organic Ну как я вот Люблю Вот эту штуку То есть Тут как раз Никаких Ну в смысле Нет никакого Там какого-то Типа там Знаешь Эти Как они Называются Чагао Там Типа Что-то Как там Что-то добавить Какую-то химию Получить какой-то Неестественный вкус Аромат Какой-то Нет Тут все чистое Вот Рисовал обложку Рома Рома Я даже не знаю Даже как его там Называют Рома Ну Супер татуировщик Наш тут тоже Одесский Роман Это друг большой Димы доктора Вот И с ним еще Судя по всему Будет несколько Несколько Разных Обложек Это он делал Даруму Ну я посмотрел Его профиль Там эти татуировки Ну прикольно Там кстати спрашивают Есть Габошен Уже или нет Да он уже есть Он называется Наблюдатель Пожалуйста У Димы на сайте Все это лежит У меня в принципе Тоже Очень классная Обложка Напоминает Брекинг Пэт Вот Смотри То есть как бы Наблюдатель Почему он Значит Вот такая вот Обложка Значит Тут вопрос в чем Вопрос в том Что тут на переднем плане Стоит человек Ну который там Готовит какое-то Зелье Естественное Поэтому как бы Прямая ассоциация Типа назвать его Там я не знаю Мы думали Там ну короче Какая-то чайная Там типа Алхимия И тому подобное Вот Но я Предложил Диме такое название Сместить Сместить внимание На вот этого вот Персонажа Который наблюдает На самом деле То есть типа Как бы чтобы Главным был Не вот этот вот чувак А вот это вот Непонятно И вот это вот То есть как бы То есть типа Самое интересное Как вы знаешь В старых-старых Фильмах Про Старых фильмах Ужасов То есть как бы Как что-то Кто-то Невероятно Огромный Подсматривает Подсматривает Нет Ну наблюдает Знаешь Сидя в холодном Да Песке там Я уже не помню Там да То есть как бы В данном случае Как бы Ну Дима согласился За что ему Огромное спасибо То есть А их же там два Да наблюдателя Получается да Получается два Ну то есть как бы Грубо говоря Происходит Некий как бы Такой какой-то Алхимический процесс Изготовления чая И два наблюдателя Тихонечко там Знаешь Как бы Таких таинственно Подглядывают За тем что происходит А вдруг это Один с двумя головами Это может быть Один с пятью головами Вопрос такой Я одновременно Я являюсь И каждым из наблюдателей И вот этим вот Лысым чуваком Который делает Понимаешь Мало того Даже я не знаю Что там Даже вот этот вот Ящичек Вот этот Это тоже я И бульбулятор Здесь тоже мой Короче То есть вообще По всем фронтам Тут я Или ты Или кто угодно другой Ну то есть Такой Вот поэтому Это вот тоже Как бы То есть Подошли к этой Вот обложке Так вот Знаешь По интересному Ну Очень надеюсь О том Что в дальнейшем Будет не хуже Ну оно здорово Там есть что Порассматривать Там куча мелких деталей Все Все такое Интересненькое Яркое Кайфовое Ну такой чай Приятно Блин Вот Подарить Иметь в коллекции Да Там взять В руки Там Оу Получить на стенку Картинку Я искренне Жду Что кто-то Придет к Роме И набьет себе Эту штуку На спине Вот такую Просто Именно Знаешь Вот так Именно Бам Со всеми Этими нюансами Рома Очень крутой Художник И делает Круто То есть Вот он Сделал Такую штуку Ну Мне очень Понравилось Вот И чай Классный И обложка Классная И идея Классная И такое Новаторство Такое Понимаешь Точно так же Как и Алина Руда Тоже Очень крутой Художник Очень крутой Татуировщик Со своим Пониманием Со своим Видением Со своим Стилем Определенным Таким В принципе Не похожим Вот И тоже Очень интересно И чай Классный И обложка Классная И идея И все такое Поэтому Такие вот дела Рома Нарисовал В смысле Уже Есть еще Один проект С Ромой То есть Который Будет еще Дальше Делаться То есть Будет еще Чай Потом С Алиной Нету Сейчас пока Ничего Сейчас Короче С Бадуром Есть еще Целая куча Всего Я просто К тому Что с Ромой Еще будет Продолжаться Работа По крайней мере Мне так Кажется Белый Габа Тоже получается Очень интересным Наверняка Да Я не очень Знаком С Габой Но понимаю Что это Очень интересно И такое Многообразие Вкуса Аромата И тому подобных Состояний Да Да Очень здорово В данном Случа В чем момент Получилось Два чая Один В принципе Насколько Я понимаю Это типа Такой модный Современный Чай Сделан По какой-то Современной Технологии Там И стыгут И все дела Вот это А второй чай Максимально Традиционал Понимаешь То есть Вот как бы Типа Вот они два При этом Они абсолютно Разные Они как бы Про одно Но про совершенно Другое Понимаешь И вот прикольный Как бы момент О том что Один шу Который реально Сделан Прям Такой Знаешь А второй Видишь там С миллионом Каких-то нюансов Такие дела А мне там А мне наяривают люди Уже два человека Позвонил за последние Пять минут Что-то хотят Чаю наверное Там спрашивали Еще что С радио Ишань Случилось История такая Короче Сегодня Попробуем С Ильей вечером Пообщаться По зуму То есть Короче до сих пор Мы не запустили зум Ну Я Старый человек Как бы Вилья тоже Не молодой Поэтому тут История такая То есть Вполне вероятно Что когда-то Радио Ишань Запустится Но Пока это все Опять вот Как типа Олдскул То есть Мы опять вернулись На уровень Просто общения Друг с другом Практически ежедневного На какие-то темы Нам интересные В смысле Это такой Не формат Мне показалось Честно Что радио Ишань Себя как-то Уже изжил То есть 100 передач 100 передач Записанных И плюс Там еще что-то Я не помню Там 10 или 20 Незаписанных Ну то есть Ну в смысле Которые Даже они где-то есть Ну короче их нет Там Или какие-то куски Из них Вот Поэтому типа Записывать еще Радио Ишань Кому это интересно Зачем это надо Что там еще Можно такого Нового рассказать Ну Вполне вероятно Что да Ну короче Попробуем То есть Была идея Записать серию Передач Про нефрит Илья там Углубился В этот вопрос Ему стало интересно Как бы То есть Помимо того Что он так знал Некисло Он еще решил Еще прям Совсем Как-то там Знаешь Типа погрузиться В этот момент Вот И мы там С ним общались На какие-то темы Там уже такие Вот Ну такие Какие-то уже такие Более глубокие По нефриту Потому что нефрита Становится огромное количество У меня есть четкое впечатление Что Илья В первую очередь И еще там Целая куча маленьких Сателлитов Со мной в том числе Запустили всю эту Нефритовую тему Вообще Как-то так Ну глобальном В смысле слова После Бронислава Брониславовича Вот Ну вот сейчас Как будто типа Как есть Какой-то такой Ренессанс То есть как бы Возрождение интереса К нефриту К такому знаешь Более-менее глобальному Который уже там Начинает стоить Каких-то денег Вот И поэтому была идея Записать какую-то Серию передач По нефриту Ну Может быть Но опять же Я же тебе говорю Я пока плохо понимаю Кому это все интересно То есть Ну Блин Ну кто это же смотрит Правильно Слушает Значит кому-то интересно Количество этих просмотров Оно Ну еще раз Стопь на передач Ну что там еще Можно рассказать Ну что еще Про кого еще Что еще я могу там Ну прикинь Сто передать Вроде уже все Типа там Вроде все там уже Рассказали Уже вроде все Уже вроде все Там уже сделали А просто еще А просто еще Наверное Есть такая Особенность Человеческая Что Например Ты хочешь О чем-то узнать И ты Не хочешь Перелопачивать Все то Что уже записано И Например Что-то свеженькое Послушал Вот И все время Знаешь Если например Ты находишь Какой-то Классный Ютуб канал Или какой-то Классный Подкаст И ты слушаешь Новые передачи Свежие Которые были Вот недавно А то что там У них Ого Ты такой Блин Ну Слушай У меня была У меня была идея Я ее даже предлагал Даже Илье Короче Просто тупо Перевыпускать Старые передачи Знаешь То есть Типа Название Чуть другое И хопа Парам Парам Свежие передачи Ремастеринг Называется Это да Такой Хоп Пошку поменял И И Пока Ну Ну Такой Видишь Как бы То есть Типа Мне очень лестно Без сомнения Очень приятно О том Что Такой Вот Какой-то Такой Подкаст Такой Получился Он действительно Родился После Как бы Обычных Простых Телефонных Разговоров И все Это там Еще первые Какие-то Что-то там Первые штук 20 Наверное Были в ужасном Качестве Ну А потом Оказалось Что это Является Источником Информации Для большого Количества Людей И для меня В том числе Или в первую Очередь Короче Очень круто Спасибо Мне очень приятно Будем надеяться Что все это Родится Еще в какую-то Такую Как бы Тему Я без сомнения Замечаю Что как бы Мы уже Начали как-то Окукливаться То есть Интересней Что-то делать Внутри Чем снаружи Поэтому Может быть Что-то будем делать Но тут Условно говоря Один такой Доброчел Или там Или вот Этот наблюдатель Они Делают больше Чем там Тысяча слов Знаешь Ну Условно говоря Они как бы Больше рассказывают О мире Обо мне О чай О тебе Об Одессе Об Украине О природе Об Адурове Домой чем угодно Чем передача Какая-то глобальная То есть Человек пьет чай И он сразу понимает Что тут Действительно Вложили Любой В труд Желание Мастерство Свои какие-то Опасения Свои какие-то Стремления Наши Все остальное Вот в одном Таком чай Как мне кажется Это как Это ж Ну Как бы Быстро Не выходили Чаи Или там Как бы Не казалось Что они Выходят Быстро При любых Обсадистах Это все равно Как ребенок Поэтому Есть целая Куча Не вышедших Там Есть какие-то Штуки Которые мы Сделали Но не сдали Или есть То есть Это все равно Все проходит Через Внутри Поэтому Вполне вероятно Что Работа будет направлена Вовнутрь Чем Вовне То есть Будем что-то делать Изготавливать Или какие-то Вполне вероятно Но посмотрим 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 Тут опять стучится Прикольно Зачем они к тебе стучаться В туалет хотят Мне тоже логика такая Непонятно То есть Как бы Ну Закрыт магазин Да Все Нет Надо Может я приучил Людей к этому Я не знаю Ну Да Я сейчас не удивлюсь Если сейчас подойдет Человек И такой Знаешь Типа Ты же там Ты же там сидишь Я тебя вижу Я тебя вижу Открывай Давай чай Радио Любомир Дима Да Ну Слушай На самом деле Вот мы сейчас Собственно говоря Да Записываем Как бы Вот эту вот Вот эту вот Передачу Под названием Да Любомир Дима Да Вопрос Вот Вот А можно Да Я расскажу Как бы Да Про такой Зерно Нашего с тобой Совместного проекта Можно такое Да Вообще Да Конечно Да Можно Вот Любомир Предложил Любомир Ты Да 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 Предложил Сделать Серию Блинчиков Сто граммовых На Тему Украины Ну На тему Даже Нисколько Конкретно Украины Сколько На тему Нашего Насколько Я понимаю Давай Ты давай Расскажешь Расскажи А Ты это Хочешь Рассказать Так Это Еще Очень Рано Рассказать Но Какая Блин Вот Зато Если Расскажешь Ты уже Не Отвертишься Тогда Будешь Уже Делать Не Да Можно Просто Интересно Сделать Мы сейчас Знаешь Ты когда Озвучиваешь Идею На таком Раннем Старте То ее Может Кто-то Подрезать Не А вот Наоборот Ты ее Сказал И теперь Кто бы ее Не подрезал Ты говоришь Ребята Я В 2021 Году Уже Ну Короче Есть Масса Идей Которые Так или иначе Я так подозреваю Будут реализованы Вот И Вот Есть одна из идей Да Нам с Любомиром Сделать Там 1, 2, 3, 10, 25 100 граммовых блинчиков На разные темы Связанных Да Есть идея Сделать 100 граммовые блинчики Которые связаны С Интересными местами В Украине Задолго Наверное До появления Украины Связаны с этой землей Чтобы их было Прикольно Дарить Привозить Как сувенир Приезжать в эти места Пить этот чай На этих местах Вот И Тем самым Проявлять интерес К истории И туризму В нашей стране Примерно так Да Я говорю В нашей стране Да Поэтому Ну то есть Блин Как-то оно Так все-таки Скомканно Получилось Короче Как бы Идей Масса И в том числе Мы его Даст И с Любомиром Тоже есть такая идея Которая вот Я думаю Через какое-то время Будет тоже реализована То есть Мы как бы Все время Что-то придумываем Все время Что-то новое И все время Стараемся делать Что-то не попсовое Такое Типа там Одесса В какой-то смысле Ну У нас сейчас Кстати Сейчас С Ильей Должен 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 Очень вас Прошу Потому что Сын смотрит Да Да Мы не такие Нет То есть Хочется делать Все время Какое-то такое Я же говорю Микро Ундеграунд Поэтому Вот Поэтому То есть Чая должно быть Больше разного Очень интересного И тому подобное В том числе И да И на разные темы Мы там вообще Можем делать Что хотим Мы там можем делать Совсем Все абсолютно разное Мало того Вообще Идея всего этого Было просто Тупо показать Себе и другим Людям Что это можно делать Вот и все Я вообще не понимаю По какой причине В Украине Люди не бомбят Что-то свое Не в смысле Там напишут Там я не знаю Ну там Чай Там А вот что-то Придумывать просто Ну какой-то класс Это же такая штука Придумал обложку Название Какой-то чаек Там Сделал кучу народу Сейчас Китая Предлагает Там как бы Вот это же Такой кайф Как бы Пить свое Мне самый Знаешь какой Самый классный Был комплимент Мне в этом году В прошлом году Мне чуваки сказали Поехали йоги На какое-то мероприятие То ли под Одессой То ли под Ну типа То ли там Где-то в районе Николаева То есть типа Выехали на море Какая-то здоровенная Толпа народу И там чуть ли там Не у каждого второго Был блин Отчаянного пьяницы Знаешь То есть типа Вот это вот для меня Было прям Супер мега Ну как бы Комплиментарий Просто вообще Совсем Для меня это был Супер кайф То есть вот это Класс То есть да Вот А плюс еще Целая куча Еще разного народу Периодически Как бы Получается Такой замкнутый круг Есть люди Которые предлагают Нам Ну как бы Своё сотрудничество Или творчество Для того чтобы Обложки делались А я плюс еще Общаюсь с людьми С которыми Невозможно договориться Поэтому Получается Такой вот Замкнутый круг Вот Еще скажу Да Есть такой момент Я вижу Я вижу Нас там смотрит Вова Шаповал Вова привет Значит история Нет История следующая История следующая Мы все-таки Значит Какое-то время назад Где-то приблизительно Полгода Наверное назад Вова Шаповал Из города Бобровец Вова еще раз привет Вова ученик Бронислава Брониславовича Виногродского И у него есть даже Китайское имя Вайде У Вот И Вова Вступил в определенные Как это сказать Короче Договорился с Брониславом Брониславовичем По выпуску Чая под названием Вайде Хань Вот такой вот Есть блинчик Вот Этот блин делался Четырьмя людьми Ну то есть Илья Бадуров Готовил Отпевал сырье Присылал Вова Шаповал Я И непосредственно Сам Бронислав Брониславович Вот есть такой блиншу И есть такой блиншена Это я как бы Типа презентую Понимаю Что через какой-то Короткий промежуток времени Эта штука Здесь уже появится Вот Ну тут так Обыгрывается Вот эта вот Знаменитая Бабочка Из Жуанзы Здесь нарисован Сам непосредственно Бронислав Видишь Видно? Да, да Вот Вот так что Это будет Шу и Шен Чай этот через Какой-то короткий промежуток Времени запустится Сейчас он поехал Брониславу Брониславовичу Для того чтобы он там Поставил печать И подписал У нас Уже Мы тут все в предвкушении Это тоже Очередной Хитрый Не похожий На все остальное Чайок Очень такой Какой-то такой По-своему Оригинальный У него там Такой хитрый Минхайский вкус Плюс он Действительно Старый Вот Так что Впереди Целая куча Разных там Прожектов И всяких Разных идей Да ладно Что давай про меня Расскажи пожалуйста Как у вас там Движуха идет Николаев У нас Движуха Никак Никак не идет У нас карантин Не у нас тоже карантин Я вот сижу тихонечко в магазине Люди ломятся Понимаешь Видно У меня просто Шокоморка такая Что люди ко мне не ломятся Пока я их не попрошу Вот поэтому У нас карантин Помнишь была такая штука Пацаны на районе Варят шу Варят шу Если я разрешу Да Примерно так же То есть со мной надо Предварительно договориться Чтобы ко мне попасть Движуха такая Вот сегодня Вот сейчас я смотрю Солнышко Начинает появляться Я очень надеюсь Что весна все таки Скоро вступит в свои права И мы начнем Как-то отдупляться Знаешь Пить классный чай И уже куда-то там Выбираться на природу Что-то Блин Пить чай Путешествовать Радоваться жизни Потому что зима Плюс вот эти вот Все болезни Да Оно все Настолько сильно Всех как-то припило И все находятся В состоянии Как раз Какого-то Окукливания Да Если люди там Что-то и пьют Или там со мной Каким-то образом общаются То все это Все равно на расстоянии Все это Посредством новой почты И интернета Вот Такого Чтобы мы вот прям Сидели Что-то там С кем-то пили Ну Транспорт ограничен Соответственно Там Кто-то может вырваться Ну Очень редко сейчас Вот Плюс я сам еще Не всегда в хорошем Самочувствии Нахожусь Поэтому Пока такое было Состояние Какой-то знаешь Зимней спячки Ты вроде бы В интернете активен А по сути Такой сам по себе Короче Сам по себе Пьешь чаек Там с одним Поговорил С другим Но все это По интернету Вот А в целом Ну вот Если в плане Моей лавки Но Какое-то Все равно Какое-то развитие Есть люди Которые знают Меня И наблюдают Они все время Это отмечают То что Из месяца в месяц Все Вот Растет Растет Развивается Ну и соответственно Людей вокруг Вот этого всего Становится Больше Ну это клево Ну и плюс сам Я думаю Что у меня Что-то получается Знаешь Вот Уже что-то Рассказать Вчера вечером Записывали Подкаст Словый Сегодня тоже Будет выходить Бородатый Это Наш проект Классные Кстати вообще вещи Очень классные Я посмотрел Две передачи Ну вот В смысле За последние Там два дня Вообще супер Вообще Так все у тебя Там круто Все получается Вчера мы вечером Записывали Аж там на два часа Наговорили И тоже Ну у нас там Другие темы Да Там мода Шмотки Там косметика Отношение к делу Свой товар Производство Там все Музыка И тут он меня тоже Что-то спросил Про чай А он вообще Ну как бы чай не пьет И меня что-то Как понесло Я понимаю Что наверное Уже надо закругляться Ну это же Мы сто раз говорили Не дай бог Блин Зацепить чайного человека Сказать ему там Что пьешь Все Все Начать как-то Выходить самоваром На море И тому подобное Ну у меня есть самовар Как уже там Как бы я уже Наверное 500 раз Уже всем уже Прожжал уши И когда-то мы выходили Там Варили чаек Вот Все насмотрелись Аркадия Михайловича Который там В лесу В каком-то Сосновом Сидит Чудеснейшим образом Там деньхун И у всех Текут слюни Все смотрят На этот самовар Знаешь Вот И Ну естественно Пошел дождь там Естественно Грязюка И тому подобное Но Я искренне надеюсь Что эта идея Как бы она Нигде там Не скиснет И мы как бы Все-таки будем выходить То есть Есть идея Сделать регулярным Выходы Например раз в неделю Или раз в две недели По субботам Либо по воскресеньям Часа на три На четыре Выходить куда-то На природу На склоны В парке Сидеть там С самовариком Как бы И там Жарить чаек Общаться Искренне надеюсь Что это получится Вот Тут нам пишут Весна приедет Туди Кулы выйдет Ну Млынчик Туди Не блинчик Млынчик весна Так и есть Тут вопрос был такой Короче Получилось что Получилось что Зима наступила Тогда Когда вышел Чай зима То есть Он реально появился И в этот же день Такой снег И все Замело Зима Если я правильно Все понимаю Зима была сделана Тиражом Три тысячи штук Пришло Что-то Восемьсот Кажется Остальное До сих пор С февраля Месяца Не доехало Весна Готово Весна Лето И осень Весна Лито И осень Они готовы Они Едут Ну весна Тоже должна Уже была быть Поэтому я думаю Так и будет Как только приедет Блинчик весна Сразу птицы Цветы Сразу фрукты Овощи Все дела А если приедет Осень Вперед Весны У нас не будет В этом году Лето Я там на каждом Написал Нехай От чая борода Растет круче Конечно И не только борода Нехай Взимку Будет зима Нехай На весне Будет весна Нехай Влитку Будет лето И нехай Восени Восени Будет Осень Поэтому да Привет Привет Вот Поэтому Я думаю Что как бы Всему должно быть Свое время То есть дай бог Чтобы этот чай Вообще никуда не пропал Потому что у меня Уже поверь Терзают смутные сомнения На тему того Как это К сожалению Мы все зависим От огромного количества Еще факторов Как бы И это Ну это не мешает Пить чай Радоваться жизни Но в смысле Если вдруг окажется Что вся зима Там потерялась Куда-то исчезла Пропала навсегда Ну блин Ну значит Это как вот Ну что Значит будем делать Что-то другое То есть при любых Обстоятельствах Чай этот сделан Он готов Он классный Оригинальный 100 граммовый Да-да-да Серия эта готова Мало того Она уже выехала Вся С разной Как бы Ну дробностью В этих вот Сроков доставки И И зима Уже должна была приехать И весна Должна была приехать Ну Вполне вероятно Да Что это какая-то Наша тут Какая-то местная Чайная магия Короче И можно выпускать Чай там Не знаю Ну там Какой-нибудь Там Ну В помощь там Илону Маску Там не знаю Попасть на Марс Там например Ну или что-то там Какие-то такие вещи И они все будут работать Более чем уверен Что такое возможно Вот Поэтому Да А что там у нас еще Должно было быть Вайдыхань сказал Еще быки вышли Про которые мы не общались В принципе Кстати да Быки вышли И кстати Между прочим Едет 420 Быков Украиномовных Еще То есть Те быки Которые приедут И начнут По-украински Размовлять Да Какие тут Украиномовные Быки Тихо Тихо Ты давай Знаешь Такие прям Была такая На самом деле Тоже Тихо Тихо Как бы Не обратил Нимания Ну или в смысле Не обратил Момент был такой Обложку вот эту Конкретно рисовала Лена Пархисенко Которая рисовала Счастливого коня Счастья Рисовала Отчаянного Пьяницу Что там еще Оформляла А Эту Зиму Весну Лето Осень Это все Она делала Вот Что-то еще Много тут Что-то еще Коней Да Потом Виктора Олеговича Шен Чайный пьяниц Это Но тут Конкретно ее рисунки Идея была моя Идея была такая Когда-то Лао Цзы Там где-то Вроде бы Там типа Пересмерти Отправился на запад Значит И поехал Он Ну на запад Якобы там Чуть ли там Не в пустыне Там это Толмакан Как бы Проезжая мимо Пограничной заставе Он встретил человека По имени Гуанинь Си И Передал ему учение Дао Цзы Вот А моя идея Как бы такая Что он доехал Ехал-ехал на запад Доехал до Украины Короче Вот он на этом же быке На котором он отправился И соответственно Вот это как бы Ну непосредственно фотография Как бы Или как А не Иллюстрация Наскальная живопись Как бы Да Как вот Лао Цзы Путешествовал непосредственно На По территории Украины Как бы Да Едя на быке Там Украинская хата И там Якись там Что там Куры Куры Пивни Яблучка Там И все остальное И все это есть Поэтому Была такая веселая Такая идея И чай этот был сделан По аналогии с Счастливым конем Счастья А тут был Ну как бы Счастливый бык Счастья Вот Тут Сырье все Выбирал Подбирал И очень сильно старался Наш дорогой друг Товарищ и старший брат Иля Бадуров Вот он делал Тут чай просто бимба Очень классный Так что В смысле Вот Есть шэн и шу Вот То есть идея была такая Тоже кстати Приду По поводу Путешествия Лао Цзы в Украину У меня вообще была идея Сделать такой Микрокомикс Такой Но Мне кажется Там просто Его бы там Где-то там Напоили Накормили бы Где-то там Свининой Знаешь Где-то Причем в первых Двухстан метрах Как только Он попал на территорию На этом И все дело Закончилось Он тебя спрашивает Что было бы круто Предлагает Четыре сезона Купить в комплекте Но четыре сезона В комплекте Получится купить Если зима Не потеряется Да У нас момент такой Я думаю Сделать Четыре Зиму Весну Лето Осень Чтобы они были Всегда То есть Чтобы их было Так много Всегда Чтобы они могли Продаваться Круглый год При этом Я уже так много Об этом говорю Что Моя идея Главная Она потерялась То есть Я что думал Я думал Что если выпустится Зима Потом весна Потом лето И когда у меня В руках появится Осень То те люди У которых есть Три первых Сезона Тому дарить Четвертый Понимаешь Да Но я так много Об этом говорю Что уже об этом Все знают И поэтому Короче Этого уже не будет Дарить ты ничего не будешь Нет И комплектом Продавать В принципе Тоже нет смысла Потому что Каждый может Себе его приобрести Когда это все Будет постоянно Ну думаю Да Думаю так Да Блин Это же Еще раз Как бы Мы же не корпорация Святые моторы Знаешь То есть У нас тут Как бы История очень простая Как бы Мы делаем Так как мы делаем Мы зависим От целого кучи Как бы факторов Бывает Деньги сложно перевести Бывает Вот сейчас Видишь Там такая большая Задержка с отправками Ну что угодно Бывает Вот мы сейчас Я же говорю Сейчас вот делаем Одесский шу Но не Ну не вот этот Вот знаешь Попсовый Как бы там Типа такой А вот С какими-то Такими делами И вот Обложку рисуем Уже полтора месяца Чего я могу сказать Ничего То есть Он бы уже Был бы уже готов Понимаешь Поэтому То есть чай уже Да Уже Ну как бы Типа Как сказать Сырье уже Илья уже нашел И я тоже уже Его попил И мне тоже Все понравилось Но при этом Пока Пока будет готова Обложка Вероятно Что даже уже И сырья не будет Понимаешь Потому что Бывает такое Что Илья Находит сырье В таком количестве Что он например Говорит там Например Сырья хватает Там для изготовления Условно Там да Там 30 тун Условно Конкретно Вот этого сырья Того которого Он там нашел А там например Там под конец Как бы Все этой песни Он говорит Слушай Короче типа там Например там 10 блинов Не хватило Было такое Даже так То есть В смысле Это все-таки Какие-то Вот эти вот Знаешь Какие-то Фермерско-крафтовые Какие-то Чуни-муни Короче Поэтому такое Все это Ну на таком Знаешь Микроуровне Короче Хочу все-таки Постоянно Шу-пуэрр Кайф Какого-то Восторг Восторга Я делаю Восьмой Вкус Вкус Мне не нравятся Война 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 Не-не-не Ну Слушай Ну Я Большей части Тоже пью шу Но Мне Очень интересно Пить свежий чай Очень Ну и Бюшеный Очень классный чай В общем вкусный И очень Богатый В нем Значительно богаче Вкус Аромат Когда-то Илья Короче Делал Целую Там Не знаю Серию Целую Была Передач И со мной И без меня Короче По поводу Того Почему Все-таки Все Советские Советские Люди Любят Шу Вообще Почему Потому что Это просто Это менталитет Да Это тот чай Который нам Да Да Черный чай Не черный Типа Который покрепче Плюс Мы такие Больше Народности Которые любят Водочки Вдарить Вместо Винишка Ну как обычно Да И то что Типа Вот эта вот Брутальность Такая Черный чай Да Именно такой Именно хардкор Короче Подавая нам яду Такого Да Но при всей При этой ситуации Как раз Вот Я извинись Что я опять Все-таки Знаешь В эту рекламу Заваливаюсь Последние чаи Которые у нас есть Они при вкусе Аромате Насыщенности Тяжести И цвете Не дают Вот этого Мяса Вот этого Знаешь Как бы Шушного Ну то есть Например Там Бык Он более пьяный Чем Энергоемкий Знаешь Там короче То есть Например Чайный пьяница Был более дерганый Был более Типа такой Ну какой-то Вот Более Мощный Как бы При этом Или например Там Домо Это чай Который Ну вкусно пьется Он дает Хорошая мягкая Сознание Он тоже не дает Такого тремора То есть Я сам Уже При том Что я пью Регулярно Шушку Практически Каждый день Ну в смысле А так и есть Каждый день По два По три По пять Раз Тем не менее Я не люблю Вот этого Тремора Ты пьешь Именно такое Зло Такое страшное Нет Я не пью Зло Наоборот Что-то типа Томо Как раз Я его когда Распробовал Это классный Как бы чай А вот Шен Как раз Дает тот Самый Тремор Плюс Он еще Дает мне Жогу И тошноту Понимаешь Раньше У меня не было Ничего А теперь у меня Шен И сжога И тошнота Короче Когда ты Побьешь Шен То есть Получается Что Ну возможно Где-то Передозы Его Я либо Не допиваю Но уже Получаю Изжогу Либо я его Перепиваю И получаю Изжогу И меня трясет И я думаю Блин Ну мне не нравится Это состояние Я не хочу Вот этого Вот именно Этого Тремора Мне надо Мягкое Мягкое Хорошее Объемное Обволакивающее Понимаешь Такое Ух Вот это Темное Хорошее Бархатное Они Они А не летнее поле Которое Куча всего Ты сразу Пол таблицы Менделеева В себя всосал И такой Бля Ну он классный Опять же Когда я сейчас Попил На наблюдателе У меня такое ощущение Что мне С метелкой В мозгах Прошли Знаешь То что Как будто До этого У меня там Все было Немножко запыленное А там порядочек Наверное То есть Как будто Знаешь Такой сквознячок Прошел И тебе Думать Намного Стало легче Ты такой Ну как Блядь Просветленный Но Состояние Именно внутреннее В желудке Оно мне не нравится То есть Я его пью Через силу Знаешь Это как Какое-то пить Ну не знаю Вот невкусное 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 То что тебе Не нравится По вкусу Ну как бы Вот Вот эти вот Компотики Ну вот Они мне Как-то Не заходят Наверное Не знаю Слушай Ну я думаю Что тут Очень много Очень много Каких-то Внутренних Твоих Личных Настроек Я же не говорю Что он плохой Я говорю Что мне Вот нравится Вот так Я же не говорю Что я какой-то Там гуру Там Да Я просто Когда читаю Про всяких Это все Прекрасно Но мне Нравится Шу Ну как Нет же Нет же Другого Мнения Кроме твоего Ты же понимаешь Ты понял То есть Ты пьешь И говоришь Мне не нравится Все И нет другого Никакого другого Мнения нет И быть не может Там Илья кстати Тоже не пьет Шены Вообще Потому что У него сразу Изжога Сразу Моментально В животне И все И он говорит Я типа могу Выбрать его Ну там Понял Попить Понять Типа Какой надо Продать Или какой Отобрать Но Типа Каждый день Нет 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 Вообще Совсем Не мое Вот Вот тоже Я знаешь Даже когда Пробую Чтобы понять Какой он Я его пью Через силу Чаще всего Для того Чтобы Блядь Ну надо его Попить Потому что Ну чтобы понять Что это за чай Но так Чтобы я Такой В удовольствии Знаешь Такой Пришел В выходной День Там На кухне Или куда-то И такой Сейчас Заварю Наконец-то Есть время Попить шен Такого нет Вообще Ну вот Не знаю Иногда Могу Очень редко Это очень редко Ну слушай Класс При любых обстоятельствах Блин Как бы Как бы Не делал Все очень правильно И круто Очень хорошо Что ты понимаешь Что тебе хочется Что тебе не хочется В этом кайф Как бы Да И Ну блин Главное пить чай Там дальше Все разберешься Я иногда знаю Что делаю Ну может быть Это там Скажет сейчас Что я Не такой Ну не знаю Придурочный Ну я например Тиньхун Подкинуть шена Вот это мне нравится Ну я микс Такое дело Знаешь То есть Вот я Получается Вот Вот в красный чай Немножечко Совсем чуть-чуть Могу подкинуть шена Заварить Еще и заварить Чтобы он настоялся То есть Ну вообще Такой Знаешь Типа легкий И он Вот такой чай Мне нравится Почему нет Ну я такого Не понял Он такой Вот Каком-то фарфоровом Из старого чайного сервиза Знаешь Там от бабушки Такой кинул Туда щепоточку шена Вот он весь настоялся Такой И ты сидишь Его вечерком пьешь Он как бы тебе дает Такое вдохновляющее состояние Что тебе хочется Вот эти вот Ножки в шерстяные носки К камину протянуть Взять книжечку И в то же время Шен возможно дает Немножко какого-то Еще дополнительного волшебства Во всю вот эту вот Композицию Ну вот так мне нравится Либо я люблю добавить Красняк в шу Очень тоже нравится Вот такое да Дает маслянистость дополнительную Он вообще становится Каким-то другим Ну таким ярким Как вот Бадуров писал Про Бадуровку То что надо К земельке добавить Долю огня И тогда будет Вау Ну вот Такие вот штуки Мне нравятся Согласен Согласен Там вот Андрей пишет Надо всего лишь Чтобы шен полежал Там где-то тысячу лет И тогда все проходит Понимаю У меня есть У меня есть свой рецепт Заваривания шенов Пока он как бы Ну работает То есть я вот беру чайник Беру кусок шена Который я хочу заварить Да вот все у меня готово Вот я взял Вот я значит крепко подумал И взял ровно то количество Которое я хочу заварить И вот как только рука вот несется в чайник Я ее останавливаю Половину отламываю И половину туда В чайник Короче Вот тогда Понимаю Вот так То есть я такой Все Вот этот кусочек Да Вот столько Да После этого ломаю половину И завариваю половину От того что я уже решил Вот тогда у меня все получается Офигенно вообще Лично у меня Но чтоб ты понял Аркадий Михайлович короче Приезжал к нам Аркадий Где-то года два назад Было там Две-три лекции На тему Горы И вот Ну непосредственно Сами Чайные горы Там Буланшань И тому подобное И он заваривал шены И варил шены Ни разу Не было такого Чтоб там даже Хоть какой-то Микро-миллиметр Горчинки было Микро-микро Какой-то Вообще Все было какое-то Сладко-вкусно Какое-то Обволакивающее Какой-то Бог вы знаете Мне кажется Это знаешь Как рука Бога Короче То есть Типа То есть Нужно просто Наработать это Гунфу Вот просто Вот как бы Ну как бы Да Кто такой Аркадий Михайлович Так Значит Вот Все Это за История Такая Кто Это Бог От него Сияние исходит Что это за История Такая Алло А что мы тут Говорим Говорим Аркадий Топни Решенов Вот да Есть Город Херсон В городе Херсоне Есть чайная Под названием Дзен И вот Хозяин этой Чайной Дзен Является Аркадий Михайлович То есть Он самый Насколько я Понимаю Я не специалист Как бы Я не Настоящий сварщик Но как бы Чуть-чуть Вот Он самый Крутой Коллекционер Шенов В Украине Может быть И не только В Украине Он очень 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 Сильно Хорошо Все понимает Знает Чувствует И у него Огромнейшее Количество Всего Просто Безумное Количество Личной Коллекции И не только Вот Очень рекомендую Очень классный Человек И Очень Ну и очень Хорошо знает Любит чай И очень много Был в Китае Вот И не только Да Вот пишет Пишет нам Артем Чай Сам себя С радостью Готовит Если не мешать В том числе Да В том числе Действительно Чай Ну тут История такая Как бы Мы же Все разные Как бы люди Да То есть У нас Тут целая куча Своих историй Как бы Бывает такое Что У меня есть Желание Получить Ну я говорю Про себя У меня есть Желание Получить от чая То что я хочу То есть Не то что Может быть Чай мне мог бы Дать Если бы я Открылся Там А я хочу Ну мне нужен Молоток Мне надо забить Гвоздь Вот конкретно Я поэтому Беру молоток И завариваю гвоздь Я не читаю Великих мудрецов Для того Чтобы они подсказали Как мне надо его попить Чтобы я Мне вот эти волшебности Как бы Очень Немножко напрягают Даже часто Когда я Некоторых Почитываю Чайлюбиков Которые дергают Цитаты с интернета Что-то там себе Подставляют И пытаются Показаться Не такими Как они есть Мне больше нравится Настоящие Вот берешь шур Понюхал Бля Он настоящий Заварил Выпил Понял И пошел Послушал В музыке Сделал Важные дела И вот Без кимоно Как бы Знаешь Ну как Ну вот Без вот этого Блядь Ну Это кстати Отличная Отличная штука Мне очень часто Задают Вот этот вот вопрос Ну как Ну достаточно часто Задавали По крайней мере Раньше А почему Типа там Ну то есть Магазин Это как бы китайский И мы как бы делаем Китайский чай То есть продаем Китайский чай И ты тоже продаешь Китайский чай Но я сам не китаец Вообще Ну вот Вообще не китаец И ты не китаец И у меня есть такой Ну Ха-ха-ха У меня есть Короче Такой вот есть Очень простой ответ Насколько я понимаю Китайская цивилизация Возможно Самая старая Самая древняя в мире У них есть Определенные Свои Есть свой Определенный Опыт Взаимоотношения С этим Огромным Миром И этот Опыт Настолько Древний Старый Глубокий Ну вполне Вероятно Как бы о том Что этого Опыта нет Больше ни у кого Так вот Мой момент Не стать Китайцем Я живу Здесь И ну Мой Я хотел бы Их опыт Попробовать Перенять И каким-то Образом Применить Сюда То есть Вполне Вероятно Что Мой штекер Подойдет В их розетку Понимаешь И я смогу Каким-то Образом Изменить Свой мир Мир людей Которые Тут Рядом Находятся Да То есть Если Они знают Этот чай Чай Две тысячи Лет Или Три тысячи Или Три тысячи Лет То вполне Вероятно Что Возможно Их опыт Их Видение Мира Какое-то Их Какое-то Понимание Процессов Которые Происходят Рядом Будут Нам тоже Полезны Вот и вся Ситуация Поэтому Кимоно Спасибо Но Нет У меня Совершенно Божественный Бархатный Пиджак Но при этом Я Тебе и пишет Красивый Пиджак Радость Да какая Кстати да А у меня Там лента Не подняют Вот Поэтому Ну я Очень рад И счастлив В том Что есть Возможность Прикоснуться К этим Старым Каким-то Знаниям Мудростям Просто По ним Их опыт Есть Другой То есть Я Блин Ну какая Разница у кого учиться Было бы чему учиться То есть Ну да То есть Если ты знаешь Больше меня И ты чувствуешь Больше Понимаешь То я буду с радостью Только Как бы Ну Принимать это И применять это Поэтому здесь Вот такой вот момент Поэтому Чем дальше мы Как бы Живем Тем больше мы Отодвигаемся От Китая Такого Как бы Прям мега Традишнл Такой-такой И тем больше Мы как бы Пытаемся Вот как я сказал Эту розетку Если этот штекер Применит Ну потому что В общем и целом Мне кажется Очень похоже Я вижу Как чай входит И чай Блин Вообще Пофиг Понимаешь Люди пьют Спортсмены Там Наркоманы Художники Военные Да кто угодно Понимаешь Бизнесмены Вообще Пофиг Криминальные Авторитеты И даже Не будем Называть Понимаешь Говорят Даже сам Пьет Родной мой Будем бежать Да Время заканчивается Спасибо большое С вам 34 Человека Очень благодарен Вам За чудесный Опыт За За Ну да За доверие Спасибо большое Самого наилучшего Вот Пей Да Пейте чай Да Давайте Пока Пейте чай Крепко Очень обнимаю Спасибо большое За Да За доверие И спасибо большое За любовь к чаю Всем огромный привет И Вообще Спасибо Ура Пока Пока Ура Ни хао Покажу